Своё утро он начинает с того, что затачивает косу. За воротами уже ждут сосед Грант Иванович и пёс Аяврик. Вместо зарядки спортсмен Валерий Чеплыгин идёт косить траву. На небольшой поляне во время физических упражнений с сельхозорудием он успевает заметить ещё много интересного. Вот растёт тысячелистник, рядом жёлтый репешок. Десять минут с косой в руках и готов завтрак для кур. Десять наседок, семь цыплят и один петух уже ждут, когда Валерий Андреевич их навестит. В курятнике спортсмен не задерживается. Нужно успеть прорыхлить грядки. Через неделю поспеют помидоры, говорит он. Уже первую молодую картошку ели. Так что я стараюсь её сажать раннюю. Сначала в примечении её проращиваю, а потом уже сажаю в грунт. Но бывают такие, что сажаю сначала в горшочки, 20 горшочков, она уже выросла, немножко зашла. Я её раз потом в грунт пересаживаю. И она ранее, уже где-то в первых числах июня, уже молодая картошка есть. В сельском хозяйстве Валерий Андреевич разбирается хорошо. 15 лет имел своё фермерское хозяйство, выращивал хлеб. Профессии, как он сам говорит, освоил самые разные. Он и шофёр, и строитель, и, конечно, спортсмен. Это 1966 год. Была ещё школьником. И это первая офицерская, школа номер 13. А на первой пушкарной была велобаза, где собирались ребятишки, взрослые. Там хранились велосипеды, и оттуда начинались все тренировки. Туда за компанию пришёл и 14-летний школьник Чеплыгин. Начинать профессиональную карьеру велогонщика в таком возрасте было непросто. Но уже на первых своих соревнованиях в 1967 году Валерий Андреевич стал третьим. А через 8 лет попал в шестёрку лучших велосипедистов, которые участвовали в мировых соревнованиях. В гонках на 2000 километров по дорогам Чехословакии, Польши и Германии Чеплыгин участвовал трижды. И трижды в командном зачёте советская сборная была первой. Помогала, вспоминает Чеплыгин, и работа на общее дело, и поддержка соотечественников. На велогон Кемеры едем, особенно по ГДР. Там очень было много воинских частей, где советские солдаты там служили. И они выходили на трассу, уже знали там, видеть, может, что они нас мало узнали. Ну а по фабилям там где-то всё и кричат. Валера, чапа давай, и кусава давай. Ну вот тут сил прибавляется. Возгласы болельщиков он слышал и в Монреале на 21-х Олимпийских играх. Тогда он тоже стал чемпионом в командной гонке 100 километров на шоссе. Сегодня спортсмен снова в седле, правда, теперь больше катается для души. Активно следит за велогонкой Тур-де-Франс и сам не отстаёт. Отрабатывает спуски и подъёмы на улице Звёздной, которую велосипедисты в шутку называют Курским Турмале. Чтобы быть в форме, надо крутить педали. Вот у нас бывают и гонки ветераны. Мы выезжаем за пределы города. Это в сторону Лебяжья, Черёвушки. Там транспорта поменьше. Ну тогда уже сажусь на шоссейной, где-то мы можем и на скорость разогнаться. Можем там пошухарить среди ветеранов. Я немножко вспомню молодость свою. По городу Валерий Чеплыгин едет со скоростью не больше 30 километров в час. Он полноправный участник дорожного движения. Имеет, кстати, водительские права, но больше любит кататься на внедорожнике. Так он называет велосипед. Да и парковать его проще. В свой кабинет заходит велогонщик Чеплыгин. А выходит уже Чеплыгин-преподаватель. В 7 лет Валерий Андреевич работает в университете. Некоторое время исполнял обязанности заведующего кафедра физвоспитания. Сейчас получил звание доцента и преподает на должности профессора. Находит общий язык со всеми видами спорта и со студентами. Пробежались темночки, они приходят, ой, да может быть мы не будем это делать, да может быть, да не надо. Я говорю, хорошо, не будем. И чуть-чуть, сейчас чуть-чуть немножечко. Они тачили чуть-чуть, прогрелись. И пошло, пошло, пошло. Они уже забыли то, что они плакали, что не будет тяжело, там все прочее. И пошло, прогрелись. И веселые идут, хохочут, спьются, довольны все. Валерий Андреевич называет себя настоящим русским, который долго запрягает, но быстро едет. Недавно побывал на чемпионате России по велоспорту в Воронеже, где отбирались спортсмены для будущей Олимпиады. Я туда приехал, мне было приятно посмотреть. Ребята, какая у них техника, на чем они едут, как они едут, как они тактически ведут себя в гонке. Мне это все было приятно. Я вспомнил, я на них смотрю, а я с ними сам там еду. Еду сам с ними, там все. В августе Валерий Андреевич будет следить за успехами российской велосборной по телевизору. То, что они будут чувствовать поддержку там, он знает на личном опыте.